добрый день дорогие зрители канала ваша дача с вами татьяна башмакова я рада приветствовать вас на своем канале сегодня поговорим о формировании бугенвилии и покажу как правильно пересадить эти прекрасные растения бугенвилии 12 августа вот три таких можно сказать деревца уже вот это бугенвилия самая старшая она цветет уже третий раз первый раз она цвела еще с осени маленький пенечек цвела с осени весной она зацвела еще раз ранее весной в квартире и теперь и после этого я ее прищипнула верхушечку так как она никак не хотела ветвиться и вот здесь этим будет видно вот она пустила веточки вот одна веточка там центральный стволик вот вторая маленькая веточка получилось верхушечка на 3 веточки разделилась то есть такое деревце и внизу маленькая веточка на каждой веточке вот цветы образовывается как бы такой вот букетик ну или лепестки вот эти окрашиваются около цветкового цветочек цвет у нее вот такой малиновый цветет она уже давно цветет наверное в течение месяца стояли мои бугенвилии все лето на самом солнце очень сильно пересыхали но что с этим горшочком можно было сделать это я уже вижу сейчас из наблюдений можно было пересадить его больший объем то есть такому дереву не хватило объема земли питания чтобы веточки вырастить большими то есть он не сильно вырос этот не сильно вырос а теперь рассмотрим два других вот бугенвилия которая была маленьким череночком с осени и она подросла большой палочкой высокая была весной я ее подчеренковала на 4 отростка вот эту длинную палочку подчеренковала и вот она как деревца сформировала три веточки но к сожалению она стояла у меня в таком месте где котенок любит баловаться и вот котенок отломал я не заметила вот это можно было на череночек использовать она привяла эта веточка видимо он сломал ее уже давно так вот они по-разному растут вот это и вот это бугенвилия они формируются как деревья то есть их вот отдельные ветки как деревья именно не ветвистые деревья и ту и другую надо обрезать чтобы было большее цветение но здесь и здесь можно просто пересадить и подождать пока веточки вырастут то здесь после цветения надо обрезать и чтобы не так жалко было когда цветет вот эта вот часть которая зелененькая но толстенькая она годится для черенкования только вот самую верхушечку не надо садить когда я прошлый раз верхушечку тоже посадила она не пережила а вот вот эти вот можно на три почечки нарезать и ее посадить и это точно так же то есть вот такого череночек который после цветения но он еще зелененький самый раз для черенкования а следующая деревца она тоже молодого но именно с осени была одна один маленький отросточек весной я его только прищипывала но это вот такая бугенвилия растет она немножко по-другому она пускает большие большие ну как много-много боговых побегов и она получается как кустик как кустик я ее прищипывала так как она очень сильно и быстро тянется вот она постарела вот быстрее она моложе вот это на моложе но она постарела вот видно быстрее и много веточек и стал там где прищипнуты ну вот они на верхушечках тоже зацветает она только зацветает если эти цветут уже недели три может и месяц цветут вот эти вот две красавицы оранжевая но это все мне простые не махровые ну видно что она не махровая бугенвилия очень красиво смотрится то это только начинает цветение цветочков тут всегда меньше но здесь такая мощная зелень и на так быстро растет хотя горшочек не очень маленький для нее но вот на листиках вот хлорозит не хватает и питание у меня не сильно пересыхали двумели лучше пересушить чем переполить пересыхали долго стоят сухие но очень засухоустойчивый ну цветочек по поливу он примерно такой как фикус объем маленькие горшочки черные естественно в жару 40 градусную здесь не оставалось влаги за один день но это они прекрасно перенесли и наоборот от этого зацвели более пышные и более рано так можно выращивать бугенвилию там где ее нельзя высадить не надо спешить сильно большой объем вот такой объем но около трех литров вот такой объем волне достаточно долго расти деревцу чтобы она хорошо цвело то есть прищипывать лучше подкормить лещи раз тем же что и для петунии я пару раз подкармливала очень даже хорошо она отзывается и маленьком объеме а уже на следующий год можно будет пересадить немножко больше то есть сразу я пересаживала такие большенькие объема в таком объеме можно же просто щипать но подрезать подрезать надо после каждого цветения чтобы пускали был и боковые побеги эту вырастут такие деревья с двумя палками всего продолжаю снимать уже 8 сентября за это время вот малиновая бугенвилия отцвела и очень хорошо видно формировочку то есть моя прищипка зимняя одна дала возможность трем большим веточкам вверху развиться и даже одна веточка начала ветвиться это очень хорошо и хотя я вам говорила что вот эти две малиновая и оранжевая очень похожи формируются то есть они по из них получается деревца деревца с разными веточками но малиновая это немножко более крутой сорт потому что у него цветы во время цветения появляются вдоль всего ствола и на всех веточек вдоль веточек то есть когда я ее вот разведу вот эти веточки вот разведу и они подрастут то цвести будет как бы одновременно все дерево это будет один сплошной шар цветов но вот эти которые не разветвились все равно масса самая большая масса на верхушечках я буду прищипывать но только тогда когда она двинется в рост то есть после пересадки двинется в рот я вам покажу сегодня буду ее пересаживать это вот так же план остался тот же когда цветок цветет я ее вот так вот укорачиваем укорачивая если вы не хотите черенковать то все это можно делать раньше вот зацвела сиреневая которая формируется кустиком видно теперь какая она и хочу показать формировочку молодых растений эти черенки были еще в парнике тогда когда я снимала и вот они уже закаляются буквально за месяц она когда начинает расти интенсивно будем или очень быстро за месяц она выросла больше чем на 20 сантиметров опять же я вот так вот надо укорачивать если вы не планируете черенков то прищипывать надо сразу верхушечку вот так вот просто отщипывать и все я жду первого цветения чтобы почеренковать и вот другая махровая конечно не надо до такого допускать если вам не нужны череночки то есть надо было отщипнуть можно вообще отщипывать и раньше вот три почечки и прищипывать и будет как кустик никак деревца ну так как я хочу деревца я где-то после пятого листика могла прищипнуть дождусь цветения и после этого почеренкую и это бухенвилия махровая но тоже будет деревца это бухенвилия будет кустиком и вот эти которые кустиком это более дешевые сорта если вы хотите приобретать то есть надо уже как-то разбираться становится цветок популярным они цветут на самых кончиках веточек поэтому чтобы вам получать максимальное цветение это и есть суть формирования нужно почаще прищипывает и на самых верхушечков будут свести если вы не будете прищипывать верхушечка будет вести всегда очередной раз и цветет она чуть ли не круглый год с небольшими перерывами точно и будет выраста длиннее будет свести в роста длиннее цвести а если вы будете прищипывать то вот эти молодые веточки боковые тоже будут цвести и создавать полные коврики. Поэтому сказать определенно, как надо делать, это только надо видеть растение. Главное, прищипываем формируем так, как нам нравится. Учитывая, что цветы бывают или шапочками, или маленькими шапочками на кончиках, или бывают такие цветущие варианты, полностью покрываемые цветками любого растения. В основном эти растения дерья сами формироваются. Ну а теперь пересадка. Когда же нужно пересаживать нашу бугенвилю? Вот когда она вот так вот интенсивно растет и пустила боковые побеги, то вот этот кустик можно пересаживать больший объем. Насколько нужен больший объем для бугенвилей? Когда я делала весеннюю пересадку, я вам рассказала. Бугенвилей не пересаживают как комнатные цветы, чтобы объем горшочка был вот так вот, буквально на ширину руки больше. То есть больший объем берут, так как это быстро растущее растение, причем на юге это растение открытого грунта, поэтому она привыкла к большому объему. Но слишком большой брать не надо. Вот я брала 3 литра, это в самый раз. В самый раз. Вот они за лето у меня так подросли. Именно кустик я высаживала меньше, чем вот такой был кустик. И вот оно прекрасно растет. А вот этот цветочек я не буду сейчас пересаживать. Кажется, ему уже, он уже большой, но чтобы он зацвел, ему нужен маленький все-таки объем. Вот когда зацветет, тогда, когда я уже отрежу, чтобы пускали боковые веточки, уже пускал он в большем объеме. Вот по этой бугенвиле уже видно, что я пропустила время пересадки. То есть можно было весной, но мне хотелось, чтобы она ветвилась, и я ее не пересадила. Именно боялась, что она не разветвится. Вижу сорт такой, который пытается одним своликом расти, и поэтому не пересадила. Сейчас я ее буду пересаживать. Вот горшочек, который был где-то полтора литра. И следующий я беру уже пятилитровый. Пятилитровый. Этого будет достаточно для зимовки и сейчас весеннего роста. В принципе, бугенвиле растет фактически круглый год, если мы ей создаем тепло. Если будет холодно, есть возможность зимнего сада, то листики опадут. Но они могут опасть, в принципе, и в помещении. Это не страшно. Потом она опять зазеленеет. Какой грунт взять? Грунт я беру обычную или садовую землю, или землю с лесопосадки, где верхний слой, там, где перепревшие листики. И вот сейчас я половину земли к садовой добавлю. Вот это у меня такой перепревший травяной компост, которому 5-6 лет. Он такой более легкий. И все. Вот так ничего не добавляю обычно. А потом уже поливала я ее несколько раз. Удобрение для питоний, пеларгоний. Летом я ее несколько раз подкармливала. На окнах дома вообще не подкармливаю. И в грунт, в горшочек не докладываю ничего. На дно положила немножечко совершенно камушков для дренажа. И все. Питание бугенвилей нужно большое. Сейчас я просто перевалочкой. Я думаю, этот процесс не очень интересный. На том же уровне, на той же высоте, которая она есть, я пересажу свой цветочек сюда. И она еще за осень успеет подрасти. То есть пересаживать бугенвилю надо тогда, когда ей явно не хватает места. И она уже плохо растет. И вот я вам показывала. Вот тут веточка у меня. Когда она была зелененькая, маленькая такая веточка в стороне. Она может и не вырасти, эта веточка. Она опали и цветочки, и листики. Но после пересадки я увижу. Если эта веточка начнет пускать листики, начнет расти и развиваться, может, я ее даже оставлю. А может, оставлю, сформирую, вот так вот растяну. Вот этой вот шапочкой будет очень красиво. Ну, такой он уход за бугенвилей, в принципе, совершенно несложный. Если вам сложно найти где-то черенки, взять у кого-то череночки, то вы можете завести себе одно растение, и оно вас будет радовать и тренироваться уже на своем растении. То есть купить готовое. Ну, я пока пробую черенковать. Несложно черенкуется. Я покажу вам скоро осеннее черенкование. А весеннее черенкование вы можете смотреть в моем видео. Я весной снимала. И, кстати, эти череночки, которые весной я черенковала, они еще растут в парничке в квартире. В этом году они на улице не будут закаляться, а будут закаляться уже следующей весной. Так как, ну, вот так поначалу он растет очень медленно. Первый год, когда мы только свои череночки укореняем, а дальше очень быстро. Так что заводите такой цветочек. Он в уходе неприхотливый. У нас разыгралась стихия прямо на участке. Но этот цветочек в уходе очень неприхотливый. Вообще круглогодично цветущий. Поэтому всем советую обзавестись такими прекрасными цветами. И оставайтесь нашим каналом. До новых встреч!